Вот еще записала, еще приглашаем на Алиф-клубы людей, которые были членами общины или членами церкви, и они отступили, и мы им предлагаем по-новому, если им есть какие-то проблемы, сложности прийти и вернуться в церковь или в общину, то мы им предлагаем приходить на Алиф-клуб и начинать по-новому знакомиться с людьми и входить в общину уже таким способом. Это что говорится об отступниках. Хорошо, мы говорили, последнее, на чем мы остановились, это были формы приглашения новых людей через концерты. То есть концерт может быть и большой, на котором работает группа попечителей и работают лотереи. Также концерт, который не такого большого масштаба, но уже имеет больше фокус как евангелизационный, то есть где уже больше говорится о том, мы заявляем о себе как верующие, и говорим о программе Алиф-клуба, как о знакомстве друг с другом и узнать, получить ответы на вопросе о Боге. То есть уже мы можем и такой метод применять к людям. Какие еще одни из таких действующих методов приглашения на Алиф-клуб людей у нас в Бердичеве больше как-то срабатывает? Это по личному приглашению. Это те люди, которые, соседи, знакомые, новообращенные, знакомые, те, которые вместе с нами работают, учатся. Вот эти люди, которые по личному мы приглашаем, вот здесь больше всего у нас как-то срабатывает. Конечно же, мы делаем явную привилегию, явный акцент, явное действие усиленное на евреев. Узнаем у тех наших евреев, которые уже есть, мы узнаем еще адреса других. Начинаем с ними тоже общаться, уже знакомимся, начинаем дружить и начинаем приглашать их на Алиф-клуб. То есть в нашей общине больше срабатывает по личному. Но все возможные варианты, которые мы допускаем, это концерты, большие, небольшие, различные объявления, различные приглашалки. И это действительно тоже оно срабатывает. То есть люди приходят с разных возможностей, да, и уже происходит встреча на самом Алиф-клубе. Что еще добавить о том, что для людей проще прийти на Алиф-клуб. Вот, например, у нас был знакомый еврей, он уже такой больше в возрасте, и он приходил какое-то долгое время к нам на концерты. То есть был один концерт. Вот он приходил на концерт, ему нравилось. До следующего концерта. Больше на контакт он не хотел идти, на какие-то служения он тоже не хотел приходить. Вот на концертах он где-то появлялся. При этом он был очень доброжелателен, приносил даже сам нам какие-то еще старые пластинки с еврейскими песнями. То есть он был на таком уровне очень доброжелателен и вот так с нами общался, только по концертам. И когда у нас создался клуб, один из первых клубов, он пришел. Долгое время он почти с образования общины, почти буквально только вот когда прошел фестиваль и образовалась община, он был на этом фестивале. Он все время посещал только концерты, больше ничего, никуда он не приходил. Ну и синагогу он посещал. Вот. И когда у нас появился Алиф-клуб, вот он пришел на один из первых Алиф-клубов. По причине, что там можно послушать еврейскую музыку, там можно поговорить, познакомиться с кем-то, приобрести новых друзей, можно петь еврейские песни. И он пришел по вот этой причине. Дядя Миша, такой он, ну, крупный дядечка такой. Только через Алиф-клуб он вошел вот в Божью семью. Я не говорю, что Алиф-клуб – это единственная возможность привести людей к Богу. Я об этом не говорю. Это хорошая возможность привести людей к Богу. То есть для еврейских общин это действительно очень срабатывает. И вот он пришел к нам на Алиф-клуб. Вы знаете, у него, знаете, он потенциальный был евангелист. То есть он, когда пришел на первую встречу, ему настолько понравилось, что на следующую встречу он привел с собой двоих. Через неделю на следующую встречу он привел с собой еще человека. При этом он приводил евреев. То есть так долго, как мы добивались к этому дяде Миши, чтобы его сердце все-таки, кроме концерта, нас увидело и поняло, что мы не такие уже страшные, религиозные, отделенные люди, что мы хотим с ним дружить. И Бог наш, Его, Бог Израиля, Он добрый, Он хочет, чтобы мы вместе были, что мы один народ. Вот когда он начал приходить на клубы, когда он почувствовал вот эту атмосферу, он сидел за этим столиком, он видел этих людей, которых он привел. Он этим людям старался уже говорить умные какие-то фразы, которые он слушал на предыдущей встрече. Вы знаете, и он действительно был рожден свыше человека после Алиф-клуба. У него начались реальные изменения в жизни. Он всю свою жизнь стоял на вокзале, вот такой вот, знаете, еврей, уже в возрасте, сколько лет он стоял на вокзале и торговал сигаретами. Ну, я так думаю, что, наверное, и спиртным какое-то время, да, где-то очень долго. Вот это его был заработок, у него там пенсия была еще. Вот это он стоял на вокзале, и его, как бы, смысл, он был очень одинокий человек. И вот так он зарабатывал деньги. После того, как он пришел на Алиф-клуб, когда он познакомился с нами, когда он начал чувствовать себя, знаете, в семье, он захотел приобретать какие-то другие качества в этой семье. И мы поняли по его жизни, по его изменениям, что у него появились признаки рожденного свыше человека. Ну, он начал молиться, он начал что-то читать. И мы смотрим, все, Миша не торгует сигаретами, не торгует никаким спиртным. Миша начал торговать яйцами. Да, он на вокзале, он себе поставил такой лоточек, сложил, и он уже это, вы представляете, то есть он, ну, мертвые дела оставил, он перестал заниматься вот тем, то, что его сколько лет ему приносил доход в его жизни. Он начал где-то, видно, дешевле покупать, а тут дороже может перепродавать. То есть это был его бизнес такой. Но факт то, что он понял, что это не надо, это тоже не надо. Он начал с нами дружить. Он настолько был внимательный, он, там, летний период, он собирал, там, какие-то фрукты, закрывал свой компот, и когда мы собирались на Алиф-клуб, он приносил свой компот. То есть он угощал всех, он настолько, ну, гостеприимный. И вы знаете, ну, действительно, что-то начало происходить. Это как про одного человека, но таких похожих историй очень много, когда люди долгие годы, мы не могли к ним достучаться, люди, которые не хотели, даже другие не хотели признавать вообще свои еврейские корни. И тут на Алиф-клубах они начинают где-то ручкой, ножкой подергивать, начинается какая-то еврейская мелодия, при этом они рассказывают, что они ходят там в православный храм или в католическую церковь, при этом они приходят на клуб и начинает что-то с ними происходить, когда играет еврейская музыка, и где-то через 2-3 клуба они начинают тихонечко на ушко руководителю столика рассказывать, что у них мама еврейка или там папа еврей. То есть никому, они долгие годы это все хранили, никому не доверяли, никому не говорили. И тут они приходят в эту еврейскую атмосферу, этого клуба, где у него появляются какие-то друзья, он начинает им доверять и начинает рассказывать, кто у него близкий родственник еврей. При этом абсолютно себя не отождествлял с еврейским народом до этого. То есть есть очень замечательные, интересные истории. И много этих историй, они очень запоминающиеся, потому что мы видим, как люди рождаются заново, и они начинают смысл жизни приобретать. Поэтому когда мы знакомимся с людьми, и когда мы даже раздаем пригласительные, мы понимаем, что может Бог коснуться этого человека. Когда мы даем эту пригласительную, что мы тебя ждем, дорогой друг, приходи на клуб, ты можешь познакомиться с новыми друзьями. Вы знаете, это действительно действует, потому что поначалу люди, конечно, очень насторожены. Куда меня приглашают, может, мне нужно будет от меня что-то требовать, а потом меня еще в сетевой маркетинг начнут приглашать. То есть люди на сегодняшний момент, они очень насторожены. Но когда они видят, что это вообще абсолютно не вкладывается в их стандартный ум по программе, как сейчас действует, они видят, что тут совершенно другое, другое, что потом они уже понимают и начинают свидетельствовать в конце прохождения этого клуба, свидетельствовать о своей жизни, им тогда уже начинает доходить, что с самого начала вообще Дух Святой очень сильно действовал, и они получали какое-то, что-то их Бог привлекал. И свидетельства, которые происходят в конце этих тем, люди свидетельствуют, и мы на такие встречи, когда Алиф-клуб заканчивается, последняя идет, одна из последних встреч, мы делаем такой, ну, как праздничный ужин, да, больше украшаем, больше делаем песен таких, люди сами участвуют. Мы на такие концовочные праздничные ужины приглашаем еще новых людей по личному знакомству, то есть чтобы кто-то пригласил еще своих личных, чтобы они увидели и услышали эти свидетельства, и мы уже их записываем на следующий Алиф-клуб. То есть праздничный ужин, который заканчивается на Алиф-клубе, он является тоже местом, куда мы можем пригласить нового человека, после чего он приходит на новый Алиф-клуб. То есть он с удовольствием, он слышит, мы даем возможность людям посвидетельствовать, люди это все слышат, и они приходят уже на новую программу, нового Алиф-клуба. То есть это тоже одна из формы евангелизации, приобретения новых людей на Алиф-клуб. Поэтому в нашем Бердичевском Алиф-клубе еще есть одна из таких хороших форм, где мы приглашаем людей. Это такая атмосфера, где собирается, может, больше молодежи. То есть со временем, когда мы проводили Алиф-клубы, начали первые, мы увидели, что служители поднимаются, мы увидели, что вот эта семейная атмосфера, она хорошо, и она действует, и мы проводим такие клубы. Но теперь мы помимо таких клубов мы проводим еще другие дополнительные клубы, где являются клубы уже по категории. Есть молодежный клуб Алиф, у нас есть подростковый клуб Алиф. То есть мы берем уже как бы другие возможности. То есть с самого начала мы не делали четко только один, на одних условиях, только одной узкой специализации. Мы делали общий и продолжаем его делать. Но к этому общему мы еще прибавляем отдельно действующие Алиф-клубы. Это молодежный Алиф-клуб, это подростковый Алиф-клуб, то есть семейный Алиф-клуб. У нас в прошлом году, мы его только закончили, был семейный Алиф-клуб. То есть куда мы приглашали только семейные пары, желательно только те, которые вот недавно поженились. Вот с ними мы проводили тоже этот Алиф-клуб. Да, и вели этот клуб тоже семейные пары. То есть сам Алиф-клуб, это есть общая форма. Когда мы утвердились вот в этой общей форме, максимум приближенной к настоящей форме, максимум приближенной, мы увидели еще возможности, еще адаптации к другим служениям и к другим слоям населения. То есть сам Алиф-клуб, он может быть с самого начала один, потом к одной этой форме прибавляются различные другие. То есть мы понимаем, что нужно действовать. И мы видим, как служителя начинают расти. У нас получается такая ситуация, что те, которые пришли на Алиф-клуб, неверующие люди, пройдя Алиф-клуб, они на следующий Алиф-клуб, их берут уже как помощниками в некоторых частях этого служения, потому что там есть и на стол надо накрыть, и помощник руководителя столика нужен. То есть люди, которые только-только прошли Алиф-клуб, только-только уверовали, только-только прикоснулись к Богу, они все равно хотят быть полезными. И мы им предлагаем, вот можете вот тут, вот тут, вот тут послужить. То есть люди начинают входить постепенно в служение. В следующий Алиф-клуб. Они идут на определенные какие-то формы и начинают служить в других. У нас один из служителей, который сейчас тоже является старшим служителем, когда служили его жене, вот Ирочка, она работает в детском саду, она воспитатель детского сада, она работает с детками, которые имеют физические проблемы, физические и умственные проблемы. То есть это одна группа у нас в Бердичеве, я не скажу, что это показательная группа, но Ира считается очень серьезным воспитателем в городе, показательным воспитателем в городе. И ей доверили группу с такими детками вести. И до этой группы у нее родители, которые приводят детей, она общалась с родителями и приводила постепенно их в общину. И вот с одной из мам она какое-то время уже вела общение. И эта мама начала где-то раскрываться. Правда, она пришла впервые на служение к нам в общину и попала на праздник Шевуот. Это первое ее посещение было, можете себе представить, первое посещение общины. И она попадает на праздник Шевуот, а у нас тогда было такое понимание, что мы хотели очень много знамений Божьих. И мы как все начали молиться, помню, она как села, она до конца досидела только из-за того, что ее ребенка забрали на шаббат-школу. А так она, конечно, была в таком состоянии, она не знала, куда ей раньше бежать. И вот Ира начала работать с этой женщиной, начала ей служить, пригласила уже в общину. И вот она пришла на такое служение, после которого она со страхом убежала. Долгое время она потом с Ирой не хотела ходить, не общалась. Потом уже все-таки опять начались эти общения. Но факт то, что Ира ей служила, этой женщине. И у нее были трудности в семье, у этой женщины. С мужем, двое деток, тоже были определенные сложности. И муж ни в какую не поддерживал то, что жена начала куда-то ходить. И то она даже еще не ходила, она только начала знакомиться и начала общаться. И он категорически не хотел поддерживать. И вот на один из клубов Ира пригласила ее на встречу. То есть это то место, куда она могла прийти. С шабатом у нее не получилось. Тут она была в таком странном состоянии, со страхом боролась. И Ира ее решила пригласить уже на Али в клуб. Она пришла на Али в клуб, на первую встречу. И буквально на следующую, и там же между встречами есть неделя. И в течение этой недели происходит странная ситуация в ее семье. Ее муж ехал с дочкой на машине и попал в аварию. Буквально в эту неделю, когда она пошла на Али в клуб и попадает в аварию. Машина полностью не восстанавливается. Ее же так и не восстановили. Ни ему, ни дочери нет никакого вообще повреждения. То есть они остались живы сверхъестественные. Машина, да, кувырком катилась до такой степени, что от машины, ее даже не восстановили. Уже сколько лет прошло, ее даже не восстановили. Ни ему, ни ей нет абсолютно никаких повреждений. А он такой человек бизнеса. Ему машина вообще нужна была. И тут машины нет, ему некуда ездить. Куда ему себя еще применить? И тут произошло, тут произошло в течение недели. Это событие. И он начинает задумываться, как это могло быть, что мы с дочкой остались живы. И ему жена говорит, слушай, может быть, это из-за того, что я начала все-таки куда-то ходить? Он говорит, ну, я сейчас разберусь, с кем ты, куда ты ходишь. И вот он впервые пришел на этот Али в клуб, то есть уже на вторую встречу. Да? Пришел, да, пришел. И начал на это все смотреть со своей, понятно, колокольни. В самом Али в клубе есть такая программа, что где-то через несколько встреч идет выезд, выкенд такой называется. Али в клуб, выкенд. И вся команда и сами люди выезжают куда-то на природу, и вот на природе уже проходит там общение более такое, знаете, на целый день. Это не то, что ограничено 2 часа или там определенное время, а на целый день. И можете себе представить, он походил на несколько встреч, и он поехал на этот уикенд. Ну, ему же делать нечего, машина поломалась. На работе, там, по бизнесу все это действует. Машины нет. Что ему делать? Ну, поеду еще и на уикенд. И, конечно, на уикенде он задавал такие вопросы. У него все было понимание в инопланетянах. У него просто люди, иные миры, люди, которые будут приходить на Алиф-клуб, они будут говорить, ну, вообще, я, честно говоря, столько не знала, пока не начала служить на Алиф-клубе. Там каждый приходит с какой-то историей, знаете, люди считают газеты, особенно в последнее время, там такое напишут, там такое передадут по телевизору. И они с этим всем приходили на Алиф-клуб. Люди, можете себе представить. Где они еще могут это высказать? Где они могут еще поделиться? Но там есть хорошая одна форма, один хороший метод. Там за столиком сидит руководитель и помощник. И если кто-то из людей во время общения, беседы начинает конкретно задвигать свою тему про иные миры, и вот помощник к нему подсаживается, чтобы он не мешал другим людям, и умным видом начинает это все выслушивать и с ним разговаривать, при этом делая, ну, не то, что делая, нам человек же важен, не просто это как какая-то игрушка. Действительно, выслушивая, чтобы человек мог высказаться, и чтобы он, ну, не влиял на других явно. А уже сам руководитель столика больше общается с другими людьми. И вот этот брат у нас, который поехал на, поехал на уикенд, а до этого он на клубах тоже же везде вставлял свои, и, да, пять копеек, и еще и рассказывал такие истории, что... И тут на уикенде он начинает ходить по всем людям и рассказывать про иные миры. И у нас один брат есть тоже такой очень внимательный, который его внимательно выслушал. При этом есть правило не запрещать человеку говорить, и говорить, ты не прав. То есть, знаете, как мы можем, мы знаем уже много, и, да, не останавливать человека так, чтобы он просто мог обидеться. То есть, мы даем возможность человеку высказаться. И вот он высказывался, рассказывал про иные миры. Брат его слушал, слушал. При этом, как ни странно, мы посматриваем, а он еще и кивает головой и соглашается. Думаем, как это ты соглашаешься? Ну ладно, что ты выслушиваешь, а как же ты соглашаешься? соглашаешься. А он все слушал, слушал, и говорит при этом к нему да. Тот слышит да, ну и дальше говорит. То есть, он все это высказал. Говорит да, и слушал про иные миры, и в конечном итоге он говорит, правильно, да, есть другой мир, есть Божий мир и другой мир. И когда он ему сказал вот эту фразу, что вообще есть Божий мир, он говорит, ладно, я это оставлю, расскажи мне теперь про Божий мир. а теперь ты мне расскажи про Бога. То есть, про все то, что он до этого говорил, он уже рассказал. Он понял, что тут сильно никого не удивишь, его все равно слушают, никто с ним не спорит. И когда его выслушали, сказали, но есть еще Божий мир, и он понял, что вот этого я еще не знаю, вот это мне нужно именно и узнать. и когда он начал расспрашивать, он начал действительно интересоваться. И уже, ну, а он такой, ну, аналитический, ум у него, да, он должен был что-то узнать для того, чтобы потом начинать переживать. И он начал информацию получать. И вот он начал просто расспрашивать, расскажи мне это, а почему здесь написано в Библии, а что это? То есть он на самом деле оставил прошлое, прошлые свои рассказы, начал интересоваться, ну, именно Богом. И на самом деле он настолько этим заинтересовался, в хорошем смысле слова, что он был уже открыт к тому, чтобы начинать переживать Бога, начинать видеть уже, ну, Бога через его, через его Писание. И на сегодняшний день это тоже один из старших служителей. То есть, что мы хотим донести, это то, что Алиф Клуб, он является для многих хорошим приобретением Божьих истин, хорошим, как бы, знаете, таким разбегом и приниманием решений идти дальше за Богом. То есть, и он на сегодняшний день старший служитель. Он тоже часто на ретритах с нами бывает. И так как он пришел, он пришел вообще как инопланетянин на Алиф Клуб. Но при этом его очень сильно зацепило, уже его и ни машина не тревожило. И в конечном итоге на сегодняшний день вся его семья. И он служит, и жена служит, и дочка служит. Дочка сейчас руководитель танцевального служения. Та девочка, с которой он ехал в машине. Она была тогда еще очень, ну, поменьше, юная. Вот. Поэтому есть всевозможные формы приобретения и приобрести новых людей на Алиф Клуб. Через жен, через мужей, через работу, через свидетельство тех людей, которые уже прошли Алиф Клуб. Но в этом что-то есть. Это, ну, реально, это еврейская тема. Это еврейская тема. Она действует. Бог очень сильно благословляет, когда мы все вместе, когда мы ищем его, да, мы знаем его, и мы как бы предлагаем другим войти вот в эту Божью семью. И, конечно же, есть определенная стратегия, определенные правила, по которым Алиф Клуб, он действительно действует. Есть определенные нюансы, которые нужно учитывать для того, чтобы было больше эффекта, для того, чтобы было больше результата. У нас достаточно плюсов и, конечно же, достаточно минусов. Поэтому мы с каждым минусом стараемся со временем разбираться для того, чтобы эти минусы изменять. И есть определенная форма проведения Алиф. То, что я в самом начале говорила, что проведение самого Алиф Клуба два с половиной месяца, это какая-то часть. Но есть время до Алиф Клуба. Это называется время подготовки команды. Это время подготовки команды. То есть время подготовки команды и евангелизация как приобретение новых людей на Алиф Клуб, это идет параллельно. Вы понимаете, да? В то время, когда готовится команда, в это же время проходят мероприятия, которые приглашают людей на Алиф Клуб, уже новых людей. То есть есть время для подготовки команды, это те люди, это те служители, которые в общине. И есть время для того, чтобы приглашать новых людей на Алиф Клуб. И именно начало команды, как объявляется, как в общине призывается служить в Алиф Клуб, как формируется команда, по каким признакам, как лучше сформировать, по какому количеству команды, сколько время подготовки команды проходит. Это вот будет рассказывать вам Ирочка. в Алиф Клуб. Алиф Клуб.